привет всем тем кто тех кто у нас будет сегодня смотреть мы продолжаем вот эту серию программ на тему жертву бога это какую сферу мы хотели бы сегодня рассмотреть это жертва неугодную богу и нам сегодня любезно согласился послужить пастор ярослав пастор здравствуйте рад видеть вас спасибо вам что вы нашли возможность послужить нам сегодня и ну и наверное с наступающим вас рождеством получается я я так думал про это думаю русские наверное самые матерые люди на свете потому что у них два рождества два новых года и как-то нам всего много надо слушайте но вы знаете когда я готовился к это к этой теме вы знаете что я давно уже об этом говорил и сегодня взял в гугле но он набил просто жертва которой не угодно богу я ничего не нашел представляете то есть забиваю забиваю в ютубе жертва неугодная богу я тоже ничего не нашел представляете то есть я нахожу жертва угодная богу этих проповедей куча там которые за пожертвование представьте себя жертву угодную живую святую и так далее но по сути вот я думаю что нам сегодня предстоит очень сложная задача потому что я считаю себя первопроходцем но мы в хорошей компании поэтому давайте я тогда прочитаю одно место писания получается да и пойдем и так бытие бытие 4 глава с 3 стиха спустя несколько времени каин принес от плодов земли дар господу авель также принес от первородных стада своего и от ука их и призрел господь на авеля и на дар его а на каина и на дар его не призрел и сильно огорчился и поникло лицо его и сказал господь бог каину почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое если делаешь добро то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним и сказал каин навели брату своему пойдем в поле и когда они были в поле вас толка и навели и убил брата своего ну смотрите вот получается что мы много что знаем про жертву угодную живую святую там и так далее но мы мало что знаем про жертву который не угодно бога и здесь вот мы видим одно из мест писания что как раз вот эта жертва она была неугодна богу почему так вот как вы считаете в чем причина слава богу спасибо прежде скажу да сергей василь за то что позвали меня за то что как бы сказать пересеклись наши пути и я просто для меня честь и благословение служить вместе с вами вот так скажу тем более вот недавно было в твери и назначат в подольском реабилитационном центре от воскресенья в лобню еду поэтому скоро встретимся поэтому слава богу что мы имеем часть друг с другом также всех с наступающим рождеством христовым новым годом чтобы мы в следующий новый год 2021 вошли именно с тем что проработаем как раз вот эти темы оказывается что для меня это конечно тоже но такой вопрос интересный что этой темы нет в интернете поэтому слава богу также считаясь тогда частью этого первопроходца пионерами а значит апостольского духа и вот первое все таки значит несколько эфиров шло на вы мне показывали там с пастырями которые шли давайте я коротенькое такое все таки вступление сделаю для чего нужна жертва и перейдем к каянную кавелью то есть вообще жертва это сто процентов как бы показывает на смерть и вот а без смерти нет евангелия потому что в евангелии она вообще в трех словах всего смерть погребение и и воскрешение об этом говорит апостол павел в первом послании коринфянам 15 главе что я горит вам вот то что преподаю вы должны это хорошо усвоить поэтому три слова смерть погребение воскресенье то есть не будет жертва значит не будет погребение не будет потом и воскресенье потому что воскресенье она не может быть без жертвы и вот когда мы смотрим вот на эту неугодную жертву уже как пример а великой на то здесь я на первое наверное хотел бы сказать как я на это все смотрю что любая жертва которая с нашей стороны приносится и если она не показывает на единственную жертву с большой буквы иисуса христа то тогда это все будет не жертвы поэтому когда мы смотрим на каян и к и на каян и авеля это уже как классика наверное такая вот если бы сегодня бы они приносили жертву финансовую примеру то она бы вообще ничем бы не отличалась было какое-то развлечение к примеру когда каин приносил плоды из ну как бы сказать того что он сделал именно своими руками там как некоторые пропаэтики говорят наверное помидоры там огурцы все что выросло и так далее вялый салат вялый салат да да то внешне это видно было а вот допустим то что авель принес он принес агнца и что интересно вот какой момент каин он же на самом деле пахал он на самом деле трудился а авель ну как бы сказать иногда я не знаю как вот с чем связано пастухи там вот у давида было время кроме того что он защищал овец но у него было и на дудочке поиграть и господа прославлять и через что он собственно и был приготовлен к служению и вот он казалось бы но некоторые так думают что как бы труд каин он был вроде бы как бы более такой но заметен когда он на самом деле трудился но это нас подводит именно к тем вещам что а как вот допустим апостол павел нам говорит что есть праведность а есть самоправедность и вот этот сама самоправедность это тот грех когда ты пытаешься своими трудами своими делами заслужить что-то ну например у спасения и благорасположение благоволения господу вот так авель казалось принес тот кто сам рос сам щипал травку но именно это жертва вот именно от этого агнца она показала пророчески на будущую жертву с большой буквы жертву иисуса христа вот это было ценно пред господом поэтому вот именно такой как бы ну тезис такой что любая жертва с нашей стороны которая не показывает на жертву иисуса христа она не принимается давайте поясним что такое показывать как как давайте поясним вот для людей что такое показывать получается что каким образом вот вот в чем разница вот смотрите давайте возьмем два гипотетических служителя один руководитель центра другой руководитель центр один помощник другой помощник просто брат который в центре находится или сестра допустим вот как как это понять что вот одного жертва она показывает а другого не показывает и еще момент интересный что по сути каин он был первенец то есть по сути как бы Ему принадлежало все. Ему сильно-то и не сражаться не за что было. Но почему-то он в конечном итоге убивает брата. Убивает. А можно я вам одно местописание прочитаю, и мы попробуем порассуждать. Смотрите, Иоанна 16 глава. С ее сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что они тем служат Богу. Так будут поступать, потому что они не познали ни отца, ни меня. То есть для меня вопрос, смотрите получается. То есть по сути, что Каин, что Авель, они служат Богу. То есть Каин трудился, он же не просто шланговал. Он реально трудился, он же от плода рук своих принес. Но мы всегда слышим, что Авель он как-то большую, лучшую оттука, и что вот проливание крови было. Но мне кажется, что если вы говорите на нашу жизнь переносить сейчас, то получается, что есть что-то такое, что люди пропускают. Что люди пропускают. То есть получается, Иисус говорит, вас будут убивать и тем самым думать, что они служат Богу. То есть почему это происходит? Потому что они познали не меня и не познали отца. Так у нас же часто так бывает, что люди вот эти как Каины, они думают, что они служат Богу. Они главное, самое интересное, они пашат. Они как бы какие-то там, ну как бы как вялые, невялые, но салат, огурцы, помидоры, что-то у них есть. Но что-то есть в том, что они не познали отца Иисуса Христа. И вот как вот если вот так вот посмотреть на эти вещи. А что происходит тогда получается? Как понять-то вот вообще вот кого Бог принимает, а кого не принимает? И получается, что, ну как бы Каин, он, ну как, позавидовал, что Бог благословил Авеля. То есть это получается внутри меня, то есть Бог, я же принес тебе жертву, я же трудился. А почему ты вот этого благословляешь? То есть здесь, я думаю, не только зависть, но что-то еще большее есть. Как вы считаете? Ну тогда, вот я сейчас тогда возвращаюсь. Вот в наше время, как я сказал, да, мы, к примеру, приносим деньги. Вот по деньгам не отличить и у того жертвы, и у другого. А здесь уже тогда мотив нашего сердца. Мотив нашего сердца. И вот здесь в мотиве нашего сердца только Бог его может знать. Либо мы можем, ну к примеру, как руководители, которые ведут организации, там церкви и так далее, пророческие увидеть какие-то моменты, на которые Бог подсказывает, что с этим парнем что-то не так. Потому что у него, к примеру, неправильный мотив. Потому что, вот смотрите, почему, вот, ну, начну с того, что только, вот, когда вот были ученики, двенадцать учеников, посмотрите, они шли все за Иисусом Христом, двенадцать человек. У них были свои планы, у них были свои определенные, ну, как бы сказать, уже расклады, как они там дальше будут распределять власть, как Иисус Христов же им сказал, там двенадцать, как вы будете судить, да, будучи на двенадцати престолах. И потом, что происходит, интересный момент, произошла такая проверка, вот, истинного их сердца. То есть, он, так скажем, их, ну, скажу такое слово, кидает, берет и умирает, и все. И вот здесь началось, как и что, за кем они шли. И вот потом они пошли опять ловить рыбу, то есть, то, из чего они пришли, к Иисусу Христу. И вдруг появляется в Иоанна 21 главе Иисус на берегу, и он как будто и машет, ребята, я здесь. То есть, по-другому. Он сделал такую определенную, как бы сказать, работа над чистотой видения. Почему? Потому что часто мы, бывает, ставим, как бы сказать, ну, вот много в церквях особенно говорят. Там есть ли у церкви видение, а какое видение и так далее. Но, понимаете, и они, допустим, вот, и заканчивают там коучинги определенные. Как, допустим, быть успешным, как сделать там первый, второй шаг, чтобы добиться этого и так далее. И вот, понимаете, интересный момент получается. И вдруг вот это все не работает и обламывается. И Иисус им показывает, дорогие, вы, говорит, ушли впереди меня, потому что ваше видение, самое главное в вашей жизни, это я. И пока вот этого основания не будет, то тогда будет проблема. Почему? Потому что мы будем делать карьеру Божью, или так, да, лучше так сказать, свою карьеру на Божьем помазании. И вот что произошло, они пережили вот что. Во-первых, первое, они поняли, что на первом месте Иисус Христос, это самое главное видение. Второе, они пережили смерть видения. То есть, по-другому, Господь, когда Он к ним пришел, и когда они встали на правильное основание, а Он краеугольный камень, что только ради Тебя, Господь, мы идем. Потому что вот в Марка 10 главе написано о том, что тот, кто оставит ради меня и Евангелия, домов, отца, жен, детей и так далее. Хорошо. Тот получит во сто крат. И вот тогда получается, вот я хочу отметить вот в этом вопросе, почему не принята была жертва Каина. Потому что здесь мотивы, поэтому здесь может быть номер один. Иисус не на первом месте. Второе, ты делаешь для себя карьеру на Божьем помазании. Допуская случай, ты можешь заблуждаться, но надо что-то поправить. Менять и исправлять, конечно, корректировать надо. Да. Я вот, будучи епископом, когда особенно проездил от церкви Божьей в Царицыно, когда мы служили с Сергеем Васильевичем, кстати, одно и то же, да, Калиш? Да. Я скажу, достаточно много пастырей каялись в том, что служили Богу без Бога. То есть, по-другому делали себе карьеру на Божьем помазании. И это все до поры до времени. Потому что мы потом окажемся на стороне как бы Каина. Ну, это вот так, пяти слова. Ирослав, ну, смотрите, получается, интересный момент, который я вот хотел бы сказать. Вот смотрите, получается, что... Вот вы сказали, что Иисус как бы их кинул. Но это же не совсем так. В каком плане? Что когда Он им говорил, говорит, мне должно пойти и пострадать от первосвященников, и тут приходит мама и говорит, можно мой сын один сядет по левую, второй по правую. Ученики видят это, ничего себе, тут уже порфели делят. То есть, это самое Иисус, когда Петр исповедовал Иисуса Христа своим Господом, да, он говорит, ты Христос, сын Бога живого. Он говорит, мне должно пойти... И там пророчество такое, все, ты, Петр, на тебе создам церковь мою, врата не одолеют ее. И потом Иисус говорит, начал им открывать, что мне нужно пойти и пострадать в Иерусалиме. И Петр тут же сразу начинает говорить, подожди, не будет с тобой этого и так далее. То есть, вот вы сказали, что пережили смерть ведения. То есть, своего плотского восприятия Бога. По сути, им надо было умереть для вот этого старого восприятия, что Бог для меня. То есть, вот это мы вчера всегда говорим, что вот люди как думают, так, мы идем за Иисусом Христом, а почему мы идем? Он нас посадит по правую, по левую руку одного, остальных туда-то, туда-то рассадит. Мы будем начальниками, мы будем господствовать, царствовать. То есть, мы что-то от Бога получим. По сути, получается. И вот это, наверное, неугодная жертва Богу. Когда мы думаем, что Бог для нас, а не мы для Бога. Это вот одна мысль. Но вы сказали интересную... Вот я сейчас хочу копнуть, чтобы вы сказали интересную вещь. Что вот оставит отца, мать, мужа, детей ради меня и Евангелия. И у нас же часто такое происходит. Понимаете? То есть, вот часто в центрах приходит человек, брат, сестра. Раз позвонили, у меня мама там заболела, у меня там папа. Там вот мне надо заботиться, понимаете? Ну, такие какие-то вещи. И они вот... Давайте я одно местописание прочитаю, и мы дальше покопаемся в этом. Смотрите, Матфея, 8 глава. Матфея, 8 глава. 18 стих. И увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И говорит ему, Иисус, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. И как бы он его отшивает, смотрите. Он как бы отшивает. И другой момент. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвецам погребать своих мертвецов. То есть, мы как бы знаем, что вроде как это то, что он сказал. Если вот так вот говорить, говорит, Иисус, ну давай я вот сейчас со своими родителями разберусь. То есть, не то, что вот они мертвые и надо похоронить. Нет, а то, что я за ними поухаживаю, типа, вот, а потом пойду за тобой. И Иисус говорит, подожди, давай, это, предоставь там мертвых, хоронить своих мертвецов. Как это вообще вот, ну, сопоставляется с заповедью, почитая отца и мать своего? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну да, это вообще как бы трудное, так скажем, местописание, особенно в начале пути, когда Иисус нас призвал. Потому что точно так же, вот когда вот мы, вот эти местописания, которые сейчас проговорили, и плюс вот то, о чем я говорил, кто оставит отца, мать и так далее. То есть, здесь такой момент интересный. Ну, можно я начну тогда с такого местописания, где написано о том, что тот, кто душу свою попробует сохранить, да, потом надо все-таки это выписать, это местописание. Почему? Потому что там слово душа два раза. Тот, кто ее, ну, как бы сказать, пожертвует по-другому, по-нашему, тот сохранит ее. А тот, кто сбережет ее, тот, ну, потеряет ее. И там интересный момент, вот, в греческом переводе. Там вот именно душа, как жизнь, она расклад дает более понятный. Потому что тот, кто душу свою, вот именно психо, это вот это твоя вот именно жизнь, вот именно человеческая. Эмоции, да, вот эмоции, чувства, переживания. Да, вот если ты отдашь, да, то тогда ты, по сути дела, сохранишь. То есть, по-другому ты получишь уже по-гречески не психо, а жизнь зоя, духовная жизнь. А, духовную жизнь. И вот здесь разница есть, да. То есть, психо жертвуешь, духовную получаешь. И вот здесь у нас в мозгах разные, как бы сказать, вот именно понимание всех этих вещей. Почему? Потому что психо – это душевная жизнь, а зоя – духовная жизнь. И так как мы пошли за Иисусом Христом, то мы должны жить жизнью зоя. И вот когда, допустим, там написано еще одно трудное местописание, кто возненавидит отца, мать и так далее, тот, ну, как бы сказать, тот со мною. И вот здесь тоже интересно, там вот тоже момент. Ты ненавидишь их жизнь душевную, психо, но ты любишь их. И вот с этими вещами надо разбираться очень серьезно. Потому что мы любим наших пап, мам, братьев, сестер и так далее, но мы ненавидим их душевную жизнь. Вот такое, это отличать надо. В свою очередь, они любят нас, но они ненавидят нашу жизнь духовную. Зоя, и они-то, поэтому обижаться на них не надо, они хотят спасти нас. Отсюда мы и говорим, а зачем тебе этот бог, да ты что-то там погнал, там и так далее. То есть это конфликт, да, как бы спасают, как бы спасают, получается. И конфликт на уровне… А мы их вытягиваем, да, да, вот получается. Но мы-то с вами понимаем эти вещи, мы-то с богом или сейчас будем понимать. Поэтому будем вести себя совершенно по-другому. Но вот все-таки к вопросу, значит, мне приходит такое местописание, когда в Бытие во второй главе, значит, написано, что я дам, говорит, ему помощника, соответственного тебе. И вот здесь это классно, если, к примеру, ну вот мы говорим о родственниках и о будущих наших женах и мужьях, пока о будущих. Почему? Потому что, зная вот эти вещи, ты можешь приготовить себя, что тебе нужно найти такого человека, который будет соответственный тебе. Соответственный. То есть по-другому. Соответственный чему? Там, по сути дела, было всего три направления, которые Господь сказал Адаму, когда он находился в Эдемском саде, возделывать сад и охранять сад. Ну и третье, мы можем добавить, то, что четыре реки, они направо-налево там, ну, на север, на юг там растекались. То есть это, ну, скажем, миссия, точно так же, как я слушаю вас, просто благословлен был, как вы достаточно, ну, в короткий промежуток времени, это просто нонсенс, никто не открывал столько реабилитационных центров, никто столько не спас, вот именно ребят, которые, женихов столько и невест не подняли, которых дьявол приговорил. Поэтому это, ну, просто великое благословение. Я там в чате у себя, ну, не в себя, меня там одноклассники взяли, и там я написал одно свидетельство, они, вау, спасти одного человека, это уже так круто, не все врачи спасают. А у меня просто, думаю, какой тут одного? Тут сотни тысячи, понимаете, тысячи, тысячи идут. Так вот, и вот если вот тот, кто сейчас слушает, тот, кто еще не женился, не вышел замуж, то найди себе человека, Господь будет показывать соответственно тебе, то есть по-другому. Это тот, кто будет согласен с твоим географическим местом, тот, кто будет согласен, когда ты пойдешь на другое географическое место, тот, кто будет выражением твоего видения возделывать тот сад, который дал тебе Господь в каком-то городе и в том служении, в котором ты находишься, то есть полностью соответственный. Кстати, Иисус Христос также ищет такого же соответственного и родил нас как соответственных себе, но мы пока приходим в порядок. Это вот тогда, это обезопасит нас от многих конфликтов в семье, когда поднимутся, допустим, вещи, которые, допустим, жена, ну я вот как я, ну мужчина, да, муж, то как бы пример с женой приведу, то вот тогда жена, она вот у меня жена, слава Господу Богу, она просто говорит, она меня больше хочет видеть, ну скажем, на полях. Ну я так смотрю, она у вас жена декабриста как будто бы, она хоть куда, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в тюрьму, хоть на миссию, хоть в ссылку, хоть куда там вообще. Так мы, да, и мы в Абакан вместе поехали, а мы же в Абакан поехали не просто так, там мы же, мы оба стояли на очереди на квартиру, был хороший заработок, я там у меня, ну скажем, я на экскаваторе работал, а по тем временам, то есть если, допустим, брать там, я не знаю, ну вот слесарь второго разряда 120-150 рублей получал, там камазисты 250, я сразу выходил от 700 до 800 рублей на экскаваторе, плюс мы еще с мамой шарфы ткали, и у меня друг, который со мной на экскаваторе рассказывал, ну вот работал с кем, мы институт с ним заканчивали вместе, у него мама, там директор в Междуреченске была, не помню какой завод, но ты знаешь, там и был завод по изготовлению майонеза, и мы там оттуда, и просто в Белово ставили ящиками, а это 90-е годы были, там просто отлетал товар, и денег было достаточно много, и вот в такой промежуток времени я уезжаю в библейскую школу, но, как бы сказать, чтобы сильно не вознестись, скажу, на меня было тогда сильнейшее давление, которое Господь позволил, поэтому сказать, вот я как бы... Пастор Ирослав, можно, смотрите, получается, смотрите, казалось бы, можно бы сказать, я, там, не знаю, кормилец в семье, я должен, как бы, заботиться о родных и близких, о маме, о папе, в Библии же написано, почитай отца и мать своего, там, и будет тебе благо, я должен это все, но вот это была бы, по сути, жертва неугодная Богу, вы бы могли бы, там, по серенькому, ну, что-то ходить, воскресным христианином быть, там, где-то что-то и когда-то, но, по сути, вы как бы от душевного контроля родительского, от душевного контроля семейного, от душевного контроля общества, по сути, там, коллег по работе и так далее, то есть вы отказываетесь и посвящаете свою жизнь Богу, то есть едете на пустое место, я просто знаю, что такое библейская школа в Абакане, так, наслышан, конечно, то есть ты приезжаешь на голое место, и все, и то есть вы, по сути, оставляете... Я сторожем, кочегаром работал. Вот, вот. Потом я, вообще это было, я еще устроился, у меня был заграничный паспорт, у меня был диплом о высшем образовании, я поехал. Конечно, меня сторожем и стопняком просто с руками-ногами взяли, потому что я не пил, а потом было рассчитываться, они меня отпускать не хотели, найди замену. Я говорю, где вам замену? Найду с заграничным паспортом, мы с высшим образованием. Ну, знаете, это у меня вот так вот приходит, это на ум, у меня была запись в трудовой книжке, там помощник, там чего-то, там чего-то, там это, а потом написано, техник-программист, научно-производственный центр информационных систем и технологий, завода управления, запсиба. А следующая запись, а следующая запись, копчик могил, мупка, Новокузнецк. Точно так же. Вся карьера испорчена, сто процентов была, сто процентов. И вот тогда пример в отношении, если, допустим, я молодым сказал, то, слушайте, не портите свою жизнь, найдите, вот именно, примите от Бога правильного человека, который пойдет за вами. Аминь. А вот тогда, когда уже в семье, мы, в принципе-то, как сказать, мы уже были женаты пять лет, прежде чем мы пришли вот в такую, ну, как бы сказать, вот веру в такую церковь. И когда вот пришлось в Абакану уезжать. И вот здесь интересный момент. Вот, как бы конфликта. Ну, вот, к примеру, на примере скажу, приходит ко мне один брат и говорит, как понять, говорит, в Библии, говорит, столько противоречий, говорит, одно из противоречий. Вот, к примеру, сейчас, говорит, нас приглашают, ну, Руслан Николаевич Белосевич, это тот еще апостол. Он когда приехал, и, значит, это, говорит, кто поедет в библейскую школу? А это же все оставить надо было. Это не на семь, не на десять дней, а на год. А я там три года прожил. И вот, и, значит, он, поднимите руки, кто поедет. Никто не поднимает. И он говорит, ну, тогда поднимите руки, кто хочет поднять. Мы, ну, подняли руки. Он говорит, выходите, я за вас помолюсь. Я просто верю, эта молитва с нами что-то совершила. Так вот, а вот брат один подходит и говорит, он говорит, Ярослав, я понять не могу. Смотри, значит, в Библии написано, с одной стороны, вот непосредственно сейчас ты говорил. Значит, тот, кто не почитает отца и мать, тот, да, тот хуже неверного, да, а с другой стороны, тот, кто оставит отца и мать. И вот, тот получит во сто крат, да, ради меня и им ангелия. И получается, как будто вилка, такое противоречие. Но на самом деле, ведь апостол Петр, он, вот, в своих посланиях, он говорит о том, что Библию невозможно разрешить самому собою. То есть, он открывает, что она была написана пророчески, она написана была Духом Святым. Кроме того, что Библию, конечно, надо читать и принимать буквально, но, что здесь надо, когда появляется вот такая вилка, то тогда нам кто нужен? Нам нужен Дух Святой, потому что я этого брата спрашиваю. Да, это есть два местописания, как два местописания, которые, логос, написанное слово от Бога, но нам нужно рема, живое слово. И я говорю, ответственность на тебе падает. Ты должен сейчас взыскать от Господа, пережить в Нем встречу и спросить у Него, а какое сейчас из местописаний тебе дает Господь либо остаться дома, либо оставлять дом. Почему? Потому что, если Бог подсказывает тебе эти вещи, даже если ты подсказываешь своих родственников, то так же, как вот непосредственно сейчас мы сказали, что Бог-то на самом деле их не кинул, Бог с ними работал, Бог на самом деле продвинул их в новый уровень. Почему? Потому что я в библейскую школу уезжал один. Мне уже жена особо, как бы сказать, не верила в том отношении, потому что, как бы сказать, потому что у нас слом произошел определенный и в семье, и в этом движении, потому что мы стали верующие, и Бог начал ломать старые парадигмы. И когда я поехал в библейскую школу, жена моя еще не была готова, она просто смотрела, а насколько мне можно доверять во всех этих вещах. И только через год произошел вот этот слом, и она за мной приехала в библейскую школу, и мы отучились вместе с ней. Но я сделал правильное решение. Из-за этого правильного решения, которое было от Бога, Бог защитил мою семью, Бог защитил мою... И когда я, допустим, уже уезжал, мы там миссию в Новосибирске открывали, я вообще почти дома не был. Потом в Москве я уезжал, мне уже жена доверяла в этих вещах и посылала. Почему? Потому что у меня был заработан определенный лимит и кредит доверия, по-другому сказать. Это происходит. Даже если, кажется, у тебя все ломается, но ты выбираешь именно слово от Бога двигаться, то не бойся, Бог сохранит твою семью. Это вот нас с Сергеем Непомнящих в Абакане, он уже был пастором, а я еще не рукоположенный пастор был и благословлял Алан Винсент, епископ там из Англии. И, значит, когда вот он нас благословлял, вот это рукоположение делал, то тут, так, что я хотел сказать-то по этому, так, 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 по этому движению. Слушай, что-то выскочило у меня из головы. Ну, то, что вы сказали, что с Сергеем Непомнящим, это самое, что что-то связано, получается. Ну, я что-то про рукоположение, вот это высвобождение сделал. Ну, ладно, Дух Святой напомнит, напомнит эти вещи, но дело в том, что уже тогда, когда мы, допустим, я двинулся, я двинулся, то Бог конкретно вот имел для меня вот эту защиту и для моей семьи. А, вот, 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 вот почему Алан Винсент. И как Алан Винсент сам оказался миссионером? Он сам из Англии. Потом он проповедовал в Индии. Там у него, значит, было, у него кровотечение было из носа сильнейшее. Он не мог выдвигаться, ну, как бы, надолго. И он ждал, когда эта болезнь закончится. А потом он встретился с одним, значит, лидером детского служения в церкви. Ну, они уже взрослые были. И он ему сказал, я, говорит, слышал, что на тебе пророчество. Ехать в Индию. Ну, говорит, вы, говорит, не едете. Я, говорит, хочу тебе, как бы, сказать пример мой один привезти. Значит, на мне, говорит, было пророчество. Я, говорит, очень желание Господь дал выезжать в Китай. И, говорит, жена моя, она просто... Она, говорит, ты что, говорит, Лондон на Китай поменять? Ты, говорит, в своем уме. И я, говорит, повелся на эти вещи. Смотри, интересный момент. Они не поехали на миссию. Он потерял свое высшее предназначение, которое было от Бога. В жизни он бы мог состояться, я не знаю, как. Может быть, он тем бы пророком, который из Китая приехал и пророчествовал о пробуждении. Он не просто теряет жену. Она вот именно в своем мирском сосуществовании, она сходит с ума, и она, говорит, сейчас, говорит, у меня психбольница. Это то, как мы можем... Я не хочу пугать, но... Потому что Бог так не делает. Но тогда, когда мы не на своем месте, не на своем месте, то ты мог бы оказаться, может быть, на самом деле, мир сожрет, мир сожрет, еще какие-то вещи и так далее. Да. Точно так же, как Гитлер, Сталин. Смотрите, Сталин, он закончил церковно-приходскую школу, семинарию у себя там в Тифлисе. Он не выбрал этот путь, стал, по сути дела, ну, кем сказать, ну, его тоталитарным, очень жестким лидером, что Гитлер, он подавал вечерю Господню в католической церкви, где учился параллельно на художника, картины которого отмечал великий художник. И он даже продавал свои картины, которые просто уходили за большие ценки для того, чтобы помогать своей жене. Если ты не выбираешь видение от Господа, а за все платится цена и жертва, о которой мы говорим, то тогда, получается, ты можешь попасть в видение другого царя, я имею в виду князя мира сего, ну, как сказал Иисус Христос, вот так скажем. Поэтому вот здесь, ну, вот ремарочка тогда, вот как обобщение, что будут всегда перед тобой выбор. И вот такое. И здесь, хочешь не хочешь, нужно взыскать Господа, Духа Святого, сказать, а какой сейчас мой путь, почему? Потому что если ты выберешь путь Господень, то тогда, даже если ты оставишь отца и мать, и там лисица имеет норы, то Господь защитит тебя и всех тех, которые, ну, рядом с тобой. Когда я уехал в библейскую школу, я говорю, Господи, все, наверное, идет к разводу, вот такая тема. И Господь мне показал видение. Он говорит, когда будешь стоять передо мной, вот так, я молился перед ним. И он сказал, и он мне показал видение мою жену, моих детей, которые как будто бы отдалялись от меня, но там были эти резиночки, вот эти, авиационные, ну, или там вот резина такая. И чем, говорит, дальше они от тебя отходят, тем, вернуться к тебе. Что с нами произошло? Мы сегодня с женой настолько, я не знаю, близки. Вот мы, да, 33 года мы вместе, 7 лет до этого дружили, и мы просто, ну, душа в душу. И просто я, и у меня нету скандалов по тому, куда я поехал, что мне делать. Там, если у меня кончаются деньги, они часто кончаются, то я больше переживаю, как мужчина. Начинаю, но когда ты от жены слышишь, прорвемся, это совсем все по-другому. И когда она последний раз свидетельствовала и говорила, да, у меня есть муж, но мой обеспечиватель Иисус Христос. И я говорю, слава Богу. И когда она начинает, что-то, я говорю, твой же обеспечиватель Иисус Христос. Вы знаете, мы второй эфир записывали с Константином Измоденовым, и я ему задал такой вопрос. У нас была тема жертва во взаимоотношениях, жертва Бога во взаимоотношениях. Я ему задавал такой вопрос, говорю, Кость, смотри, часто бывает, что муж, жена верующий, муж начинает чудить, колоться, еще что-то, уходит куда-то, отступает. Я говорю, что жене делать? По идее же написано, жена замужен, да будет послушна, и вот они там как бы, ну вот эти места, все писания приводят. Вообще там написано, что жена, там кроткий и смиренный дух должен быть у жены, когда, там, если у вас мужчина неверующий, да, то есть, а если человек отступает, говорю, от Бога, или жена, говорю, отступает от Бога, я говорю, что делать? Он говорит, ну вот у меня жена, говорит, может пойти в монастырь, она может, говорит, этот самый, говорит, кришнаиткой стать, ну, говорит, я, говорит, что, из-за этого должен, ну, перестать Богу служить, что ли? То есть, это вот что такое, братья и сестры, неугодная жертва Богу, то есть, когда мы, как бы к заповедям Божьим, приплетаем некое свое душевное понимание и душевную привязанность, понимаете? И по сути, вот мы к чему пришли с ним, к выводу какому, что, говорю, если у тебя семья в Боге, как бы в Боге начала рушиться, то если ты еще и от Бога уйдешь, у тебя вообще семья не восстановится. И куча было таких людей, когда жены шли за мужьями в отступничество, они с ними начинали колоться, пить там, разрушалась семья, или мужья шли за женами, это жена моя, я ее там, как Иисус покрывает церковь свою, я ее там покрывать должен. А по сути, если вы, это самое, ну, ушел у тебя муж, глава у тебя был муж, ну, у тебя сейчас глава Христос, если ты со Христом остаешься, Бог позаботится, у тебя больше шансов сохранить семью, больше шансов, и то же самое, когда вы сейчас слышите, мама, папа, там еще что-то, кого-то лететь сразу спасать надо, сразу появляется, или там новость какая-то, там нужно уголовное дело какое-то решать, там и так далее. Нет, поймите, если вы, вот это, когда вы каким-то вот Божьим откровением, Божьему слову примешиваете свою душевность, это вот то, что вот неугодная жертва получается, но когда вы, по сути, выбираете путь за Христом, Бог начинает заботиться. Вот у меня так же было, у меня было открыто уголовное дело, это самое, мне нужно звонить было каждый день, и так далее, буквально за месяц до свадьбы, когда мы уже решили, просто объявили свадьбу, вдруг меня тут следователь мой ищет, это находит, и так далее, то есть я думаю, ну все, женился, но по сути, как бы, там нереально невозможно было, не выплатить там, ну как бы, компенсацию, там и так далее, но когда ты за Богом идешь, Бог начинает все устраивать, Бог начинает располагать, то есть вы поймите, что если мы вот к этим заповедям свою некую душевность приплетаем, то получается, мы теряем призвание свое, мы теряем защиту от Бога, и мы теряем судьбу от Бога, и жизнь наша в геометрической прогрессии начинает разрушаться, но когда мы выбираем путь Божий, смотрите, еще один момент какой-то, я хочу просто, вот мы же затронули уже, апостол Ярослав, я хочу пояснить вот этот момент, что про родных и близких, как это значит, что оставит отца и мать, понимаете, что это и не следует за мной, и должен взять крест еще, как, смотрите, нужно оставить, как это происходит, что ты как бы для своего душевного восприятия их теряешь, но когда ты сам вырастаешь, смотрите, что мы могли по плоти, как бы дать своим родным и близким, наше нахождение рядом с ними только разрушало их жизнь, по сути, но когда Бог тебя начнет менять, Он говорит, спасешься ты, спасешься весь твой дом, даже если они не покаятся, впрямую, но Бог ради тебя будет их благословлять и защищать и устраивать просто твою семью, то есть, понимаете, это сдвиг парадигмы, это сдвиг взгляда твоего, душевного, то есть, смотрите, что такое неугодная жертва Бога вот в этой сфере, допустим, взаимоотношений, это как раз то, что когда мы берем заповеди Божьи и понимаем их душевно, но когда мы берем заповеди Божьи и двигаемся в соответствии с ним, то есть, Бог у нас, наших родных и близких воскрешает, Бог нашу судьбу воскрешает и так далее, вот как вы считаете, вот как-то я вот так это увидел, я вот так это увидел, но вот мы же, мы не оставляем их вообще, да, вот я про это и говорю, вот это душевно, да, да, потому что я пережил с моей женой очень сильнейшие гонения от моего отца, брат вообще развернулся от меня старший, хотя, ну как бы, ну понимаете, старший брат, авторитет, он меня часто защищал, я иногда просто даже на дискотеке вот по миру приходил и там бывало с кем-то, ну просто, не то, что даже подерешься, бывает, ну как сказать, там выделываешься, а потом говорит, о, меня бить идут, к примеру, это Красного брат, Красного брата, моя фамилия Краснов, и вот, и когда вот теряешь, и от родителей с жены, они, ну, у нас были такие известные, врачи, вот, где в Белово я жил, он там директор профилактории, всегда занимал такие должности, они просто нас, ну как бы сказать, давили, из-за того, что вы уверовали, да, из-за того, что вы уверовали, да, потом уже, когда видят, что бесполезно, там уже тесть договорился и с православным священником, чтобы я встретился, ну, а в всяком случае, если не так, то хотя бы в православную веру я как бы ничего не имею против этого, но вот как бы, но так, как Господь повел, потому что друзей у меня везде много, так вот, и когда мы пережили, мы просто, а потом, когда уехали еще в Абакане, они вообще умерли, там тещик говорит, конвой буду на него вызывать, там под меня копать, начали какие-то там, какие-то проблемы, вот такое, но дело в том, что вот сейчас, значит, вот просто вот пример, вот значит, прошло более 20 с лишним лет, и я встречаюсь с моей классной руководительницей, она говорит, я, говорит, в долгу пред тобой, я говорю, а в чем, я, говорит, думала, что ты к Богу пошел, ну, так как бы сказать, у тебя ветрено или что было, но когда вижу, что ты на постоянном, я, говорит, хочу приехать в твою церковь, и как раз Белова, я ее встретил, я с Москвы приехал, и в этот же день, мой тесть, который просто, ну, это, они вместе приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, моя теща вместе с сестрой моей жены, они принимают также своим Господом, которые вообще против шли, вот такое, и когда мы смотрим, вот сейчас я был около месяца в Сибири, у моего тестя отказали ноги, ему вот 80 лет, и мы с женой туда идем, мы там, во-первых, там с мамой, молились за ноги, он принимает Иисуса Христа еще, ну, как бы сказать, и в исповедании, и мазали маслом, то есть мы уехали через месяц, он должен, мы купили ему инвалидную коляску, он сейчас ходит сам, и говорит, как мне, за сколько продать эту инвалидную коляску, то есть мы развернулись, то есть по-другому мы, вот как могли бы некоторые сделать, они нам, по сути, в то время всю жизнь испортили, вот я несколько лет ходил вообще без прописки, меня не прописывал ни родной отец, ни родная, ну, родственник не буду уже там, это вот такое, и, и, и тут, я как бы сказать, вот мы сейчас с тещей, вот она у меня в Новороссийске с сестрой живет, мы просто, мы реально, вот сейчас они старенькие, мы служим им, и они к нам обращаются, это то, что мы смогли разделить, вы в тот момент как бы оставили ради Евангелия и взяли свой крест на себя, но теперь вы для них намного более полезны в служении и в результативности, чем вы были бы просто, ну, простым мирским человеком. Да, и они к Богу пришли, потому что для них сейчас, во-первых, открыты небеса, благодаря тому, что, вот у меня, вот, вот, в том месяце умерла, вот, значит, вот классный руководитель, но она с Богом, она меня уважает, вот мои одноклассники, я раньше думал, я такой, ну, лидер по натуре был, там, спортом занимался, и помню там, ну, как бы, я думал, когда я приду к Иисусу, они пойдут за мной, нет, они вообще просто развернулись, сейчас они берут в чат, они меня встретили, там у одного жена раком заболело, у другой проблемы, сегодня вообще совершенно другое отношение, они ко мне настолько уважительны и просто смотрят, как, ну, реально, на такого священника, который мог бы, ну, помочь в их жизни, и некоторые из них по-тихому приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вот такое, поэтому, вот здесь такой момент, что, ну, ну, собственно, мы объяснили вот сейчас, если вот так прослушать еще, суморно, ну, вы знаете, как, вот, я тут как-то собрание проводил, вечернее, в центре, мы просто разбирались, сидели слово, и вот я хотел вот такой, вот мы сейчас вот говорим, жертва неугодная Богу, и мне вот родилось, вот такой пример, идет собрание, и приходят братья с работы, приходят, это самое, уставшие, мокрые, замерзшие, и вроде как бы, ну, нужно кушать, ой, вроде собрание идет, но желательно бы им помыться и покушать, вот, и все такие сидят на меня смотрят, типа, что я буду делать, вот, и, и, как бы, вот можно сказать, вот жертва вот эта неугодная Богу сказать, так, короче, давайте это, хорош там есть, это давайте, пацаны, устали, не устали, Бог, это первое вообще, что есть, Бог на первом месте, сначала собрание поразберем, там, и так далее, то есть, и вот это, братья, я хочу, чтобы вы сказали, это будет жертва неугодная Бога, это как бы вот вид, имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся, а это будет как раз то, что мы часто так вот, мы можем помочь человеку, мы можем помочь ему, и реально у нас возможность есть ему помочь, но мы говорим, брат, давай помолимся, сестра, какие-то духовные вещи, да просто возьми ему, там, не знаю, там, помоги в чем-то, там, одежду дай ему свою, там, трусы, носки, там, одежду, кофту, еще что-то, то есть, и такие раз на меня смотрят, я говорю, слушайте, братья, я говорю, вы как хотите, хотите кушайте, хотите идите на собрание, хотите, но в этот момент, я что увидел, я что увидел, кто-то пошел есть, кто-то пошел мыться, а кто-то заходит, я говорю, а что вы пришли, он говорит, да не, это пару человек, братьев заходит, он говорит, да не, я на собрание, слово потом покушаю, То есть, вот это, понимаете, неправильная жертва была бы со стороны руководителя загнать и сказали, Бога любите и сидите читайте Евангелие, допустим. Потому что, ну, люди уставшиеся, то есть, их нужно накормить, попоить, там, ну, обогреть там и так далее. А вот для братьев, вот жертва Богу была угодная как раз, это то, что он не стал мыться, там, не стал кушать, а предпочел посидеть и послушать Слово Божие. Хотя бы, хотя простой банальный пример, но вот я вот и хочу, как бы, какие-то вот такие большие фразы громкие, жертва Богу, там, взять вот и перенести в нашу жизнь. То есть, как бывает очень часто, что, что, а как мы можем неугодную жертву-то приносить? То есть, мы можем духоманить, мы можем там, не знаю, там, какие-то местописания цитировать, а хотя человеку нужно просто физически поучаствовать в его жизни, помочь там, даже помолиться, даже, даже, как бы, ну, пройти с ним, как два поприща, да, рубаху, допустим, свою отдать и так далее. И это будет вот жертва угодная Богу, или мы будем сделать, это вот, можно я еще одно местописание интересное прочитаю, ну, в контексте вот этого обсуждения. Это Марка, 7 глава, 10 стих, 10 стиха, это вот очень яркий пример в этом. То есть, вот мы говорим о том, что, с одной стороны, вроде мы читаем, что надо родителям служить, и тут, вроде, тот Иисус обличает, что фарисеев, у них представление такое было, сказал Карван, то есть, я Богу пошел служить, а родных не заботься. То есть, и вот часто вот у нас такое, что мы там, я там молюсь, я читаю, а, по сути, о близких, вот, которые люди у тебя прямо здесь, или, допустим, начинают там суетиться, заниматься непонятно чем, а нужно, наоборот, духовную работу какую-то вести. То есть, какого-то вот неправильного понимания, то есть, и вот, говорит, вас будут убивать, говорит, почему, думая, что они служат Богу. По сути, многие из христиан, это вот как Петр, вот это, уши отрезают, помните, да, то есть, как это получается? Многие христиане, они, ну, как сказать, не понимают вот сердце Христа, может быть, любовь, вот этот дух его, они как-то какие-то черствые, какие-то, блин, зашоренные. По сути, вот, интересно, вот, вот, вот как вы считаете, Иисус вот балдел над фарисеями, когда он в субботу исцелял больных, вот это что, это провокация с его стороны была или нет? Ну, он как-то им мозги разворачивал, получается, правильно? Ну, да, я думаю, два момента. Первый момент, с одной стороны, как бы была провокация, с какой стороны? Потому что в субботу они ничего не делали, вот такой, и он говорит, что даже в такие дни нужно помогать. Второй момент, вот... Он говорит, у вас осел, если упадет, неужели вы его не достанете? Он говорит, как вы можете, ну, вот, то есть, вот эта религиозность или черствость вот нашего характера, получается, нашего сердца, то есть, ты, блин, собачке, кошечке, ослу поможешь, а человек, а почему его в субботу наисцелить, да, то есть, он как бы, как сказать, может быть, систему координат их поправлял, что ли? Более того, он же сказал потом, что, говорит, я господин субботы, он потом... Я сейчас не хочу о субботстве духовной говорить, это другая тема, но господин субботы, вот именно то, что... Это я сейчас даже сам откровение получаю, хотя, может быть, так и жил в том отношении, что именно вот здесь как раз вот эта помощь, она больше, чем молитвенная помощь будет, потому что мы иногда молимся, 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 или там служим-служим, а вот рядом. Почему? Потому что, смотрите, интересный момент. Мы на самом деле, особенно как служители, если мы где-то служим, мы вот бывают вот именно заточены, зашорены на там воскресные служения, и вот воскресные другие служения. И вот когда Петр и Иоанн, они шли в молитву, там в третий час, или там в девятый час, ну вот такое, там у них расписание было, и, казалось бы, там Дух Святой обратил внимание на этого, на Хромова. Или на Хромова. Да, Хромой, который сидел у Красных Ворот. Который сидел у Красных Ворот. Это вообще... Да, это так близко, в каком отношении? Слушай, это, могли бы сказать, да это провокация от дьявола, для того, чтобы мы не попали на служение, и не произошло все это. Но они настолько чувствовали, потому что вот сегодня пандемия, когда прошла, сегодня же много церквей потеряло людей конкретно, потому что в интернете и некоторые так в церковь и не возвратились, понимаете? Это вообще беда для некоторых стала. И поэтому я вот приезжаю там в некоторых церквях проповедую, ты, говорит, можешь сказать о том, что как важно твой пастор, именно это, а не там какие-то другие. Манипуляции какие-то, да, такие? Да, книги читать не надо, других проповедников слушать не надо. И я понимаю, с одной стороны, что они вроде бы как бы говорят о том, что, ну, вроде бы и правильные, может быть, вещи, что там у каждого там есть свое собрание, как Библия. А с другой стороны, это манипуляция людьми, потому что люди имеют право выбора. И вот здесь Петр и Иоанн, они послушны Духу Святому, не идут на служение. Это вообще, это, наверное, меня бы убили где-нибудь в церкви, я бы стал проповедовать. И они обратили свое внимание, не пошли на служение. Да, да. Взрыв в городе. Почему? Потому что они как раз этой помощью послужили. А когда вот мы, допустим, говорим, что Сергей, что вас, вот я помню, когда я приехал, мы где принимали? Мы даже не думали, что это жертва. Мы просто тейфовали от того, что мы служим Господу. Но мы наркоманов принимали дома. Они меня воровали. Они у меня ночевали, прежде чем я увозил туда. Я помню, первый наркоман пришел, я еще стационарной работы не знал. Там пастор уехал, а я был помощником. Я говорю, слушайте, мы как-то должны в них вложиться. Я не знаю, как. И я, короче, беру без пастора, собирая деньги, короче, пожертвования. И иду этому наркоману даю, потому что он мне сказал, мне постепенно надо отходить от этих вещей. На дозу, да? А он, я смотрю, я читаю по его глазам. Он читает, у него слезы текут. Видно, что он как бы и любит меня. А на самом деле я читаю, ну ты и дурак, короче. Да, 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 лошара. Но я, понимаешь, вот это как бы для меня была какая-то... Я говорю, Господи, я хочу что-то сделать. И Бог вел меня в эту тему. Вел, многому чему научил. Мы много центров открыли. Я служу сейчас именно и в церквях с такими ребятами, там, девчатами, вот такое. Но дело в том, что все равно что-то должно произойти с твоим сердцем. Потому что ответить на вызов вот тех, которые... Ведь на самом деле, что произошло в России? Ведь до этого реально было то, что наркоман, это... Бывших наркоманов не бывает. И слом произошел. Все это, это все ломает. Сейчас ни один наркоман такую вещь сказать. Врач не может такую вещь сказать. Он в Абагане, как этот написал, там один вышел, и он вызов в системе, врач, нарколог, и он пишет одному прямо в заключении и дает ему справку. Исцелен Иисусом Христом. Ничего себе. Да, эту справку я лично видел вообще, да. Поэтому это, конечно же, это наше сердце. И вот когда я... Вот мы разговаривали, да, что... И когда ты смотришь, и на самом деле, когда ты в этой теме, то для тебя, наверное, жертва должна отойти. Потому что жертва ли это для тебя, или просто это вот та любовь? И как вот пророк Иеремия сказал, я говорю, может быть, готов был это не делать, меня все равно не слушать, но огонь в костях моих, он не дает мне жить, не дает мне покоя. Поэтому в конечном итоге, ведь это любовь к ближним. Если вот этого нет, то тогда это правда, это все сухо, это реально такая жертва. Неугодная жертва как раз вот это к Богу. Да, неугодная. А Иисус-то как сказал? Он говорит, бремя мое, иго, мое благо. В этом направлении. Поэтому тогда оно... Конечно, есть цена, конечно, есть определенная... Так, а поэтому она и жертва, поэтому она и жертва, видите, поэтому она и жертва. Да, да, да. Пастор Аслав, ну спасибо большое. Мы вот подходим уже к часу уже, и как бы мы хотели вот в час уложиться. Ну, вы знаете, я рассчитываю на вторую серию, потому что здесь есть в чем копаться. Я вот чувствую, что мы вот к концу уже общения, мы уже куда-то подбираемся, потому что вот у меня внутри вот это горит. Да, вот я прям прозрел, что я говорю, ничего себе, вот какая жертва угодна, вот любое проповедь, открывай просто YouTube, вот так вот вся страница, жертва угодная Богу, там за все, что хочешь вообще рассказать. А вот нету вот этого неугодного, то есть покопаться в том, что где мы неправы, в чем мы перед Богом неправы, перед людьми по сути. То есть вот смотрите, почему вот это вот такая, она знаете, архетипический такой пример, Каин и Авель, вроде как Каин убивает, в конце концов, да, то есть, ну там мы можем говорить из-за зависти, из-за чего-то, но по сути мы же тоже, когда неправильную, ну как неугодную жертву Богу приносим, типа, ну там духовно служа как-то, или наоборот, что-то перегибаем. Мы же отвращаем от Бога людей, то есть мы им не служим, мы им ноги не омываем, мы не делимся с ними одеждой и так далее. И люди тоже идут в ад, и они тоже умирают по сути. По сути, и вот в чем неугодность. И то есть, и как бы вот это вот очень ярко, вот это для меня, можно я все-таки в завершение еще один раз прочитаю вот это местописание. Сио сказал вам, чтобы вы не соблазнились. Понимаете, то есть вы, для вас это вот эфир, чтобы вы не соблазнились. Смотрите, изгонят вас из синагогов. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу. Так будут поступать, потому что они не познали ни отца, ни меня. Понимаете, в чем дело, что часто мы как бы унижаем, оскорбляем, уничижаем людей, не даем им дополнительно какой-то заботы и своего сердца, и участия. И вот тем самым мы как бы убиваем их, мы отвращаем от Христа. Но почему? Потому что мы отца не познали сердца. Потому что мы смысл жертвы Иисуса Христа не познали. Поэтому, вот просто правда, просьба, пусть этот эфир послужит вот таким, может быть, ну таким, мотивирующим, вот таким движением в вашем сердце, в вашем духе, чтобы мы разобрались, чтобы мы постарались исследовать свое сердце, свои поступки, где мы, думая, что мы служим тем самым Богу, мы отвращали, убивали, может быть, где-то людей своим жестокосердием. И тогда Бог изменит все. Придет судьба от Бога, придет видение от Бога. И получается, Бог как Авеля благословит, Он презреет на каждого из вас. В многих жизнях, может быть, прорыва вот этого нету. Почему? Потому что вы смотрите, а, папа, мама где-то, а, там, милиция, нужно идти вопросы решать, а, нужно еще, какие-то вот эти душевные связи вас сдерживают, вас соблазняют. Но начните служить Богу, помолитесь в своем сердце и посвятите свою жизнь Богу. И скажи, Бог, я не хочу больше приносить неугодные тебе жертвы, я не хочу трудиться впустую. Бог, пожалуйста, помоги мне, Дух Святой, помоги мне и разъясни, какие жертвы ты бы принял от меня и что я должен делать в твоем царстве. Я думаю, это будет просто великолепно. Пастор Ярослав, спасибо вам огромное. То есть, это просто, вы знаете, вот это очень полезно, когда мы вот размышляем о слове Божьем. То есть, я вот всегда вижу, что в этом, вот в каком-то таком формате есть что-то, ну, особенное. Потому что, мы выходим за кафедру, и это как некий монолог. Но когда мы берем, вот в духе просто общаемся, вот я честно, вот я вот чувствую сейчас вот Божье присутствие просто вот здесь в комнате, у меня прям вот просто все, вообще, это просто огонь какой-то. И я почему хочу, чтобы мы просто попробовали дальше продвинуться вот в этом и покопаться. Блин, спасибо вам огромное. Спасибо. И мы вас ждем в воскресенье. Поэтому, да, аминь. Поэтому, Сергей Васильевич, надо вам записать книгу, которая так, может быть, и назовется, и она появится в интернете. Представляете, что нету, да? Не, ну, это сейчас будет. Сейчас это будет. Мы уже начали ее писать вместе с вами. Хорошо. Спасибо большое. Благословение. С Богом. До воскресенья.